Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет россиян, украинцев не было Россияне это современное гражданство Российской Федерации Россияне не существующий термин в плане этноса Существующий планер Ну, на какую работу вы посылаетесь, когда варите эту чушь? Ты не то прочитал Ни на какую, скажите прямо, а я вам скажу, чтобы открыть работу Федора Ивановича Буславова в 1861 году, и там пишет он, Русь, это собственно в узком смысле есть Киев, Киевская область современная Да, Москва, где в это время была, когда Киевская область была, когда Киевская область была, когда Киев существовал? Экзамен, что ли, сейчас я пришел, ничего не знаю И чем были земли московские области современной для Руси? Я еще раз говорю, мы не на экзамене Мы общаемся с тобой Так вот первое упоминание украинян 1268 год, если что Не было Главное, что россияне были Да? Неинтересно, стрим ведешь, что ли? Нет Общаюсь с тобой в данном случае Я понимаю, что ты со мной общаешься, но и плюс стрим ведешь Это хорошо Правда, что россияне были во времена Руси? Когда были? Во времена Руси Во времена Руси? А ну ты сам же ответил на свой вопрос Если во время Руси не было россиян, тогда и Руси не было А где в это время была Москва, когда были так называемые россияне, по-вашему? В Москва где была? Ага А сколько лет в Москве? Вот я вас и спросил, где Москва была в это время? А где? Там стояла, там где она была Не, может быть ее перенесли по-вашему Не, не, в каком году образовалась Москва? Сколько ей лет? Ну смотри, больше 800 лет 850 А Русь когда крестили? Русь когда крестили? А при чем тут Русь когда крестили? Притом, куда крестилиюсь? Или 1600, или точно не знаю Знаешь, в даты не запоминаю Если ты там в интернете сидишь, рядом у тебя интернет Это школьная программа, 988 год За 200 лет до создания Москвы Так что там за россияне были такие интересные? В Руси Не понял Киевские, да, какие-то? А подожди, если Москвы не было, да? Тогда и россиян не было, людей не было Кто основал город Владимир? Когда мунистяне прилетели и сбросили? Нет, кто основал город Владимир, знаешь? Владимир? Да, город Ну ты мне и скажи Великий князь Киевский Володимир Князь Владимирский Киевский, да? Великий князь Киевский Князь Владимир Кто основал город Ярославль? Кто основал город Ярославль? Я говорю, откуда он родом? Еще раз, кто основал город Ярославль, я задал вопрос. Да, я не знаю. Ярослав Мудрый, великий князь Киевский. Хорошо. И кто основал Москву в конце-то концу? Ты мне скажи, Долгорукий. Долгорукий, кто он? Кто? Ну, кем он был, когда основал Москву? Кем? Кем он был? Великим князем Киевским. А почему он был великим князем Киевским? А потом его изгнали, и он сказал, что меня лишают Руси, лишают русской земли меня, когда его изнали туда, в Залесе. Хорошо, а ты думаешь, это Украина, что ли, киевский князь? Я думаю, что это территория современной Украины, на которой дальше Русь существует до начала XX века на всех картах. А вашей территории Московской государством, Московским называется, Московским царством на карте Семена Ремезова. На карте Питера Бергмана, на карте Питера Пикарта. Московская страна, Московское царство, Московское государство. И на противовес Руси, на территории современной Украины. Там подписывается Русь красная или Украина. Так же? На одной территории. Это у вас там специально ваши паблики там. Паблики. А хочешь, хочешь шокироваться? Киевский князь, он кто? Великий киевский князь, он никто. Не было тогда народов. Этносов и так дальше. Он родом откуда? Хорошо, народа не было. Так не было народов. Хоть с Гренландии, хоть с Гренландии хоть. Он не будет относиться к какому-то народу, понимаешь? Тогда не было народов. А, Рюриковичи, это вообще не Гренландия, да? А когда появились Рюриковичи, когда появились, в каком веке? Название Рюриковичи. Название? Да. Я откуда знаю, да ты там в интернете сидишь. Правильно, в 16 веке при московских царях, когда сказал Иван, что я наследник Рюрика, а также наследник Августа и император Германский. Вот так он себя называл. Иван Грозный тоже так себя называл. Ну вот это все чепуха, понимаешь? Это претензии на земли чужие. Он не был императором германским и наследником Августа. Это такие земли чужие. Колония Руси бывшая захотела стать истинной Русью. Знаешь такое понятие? Ну она стала же законной Русью, понимаешь? Не, никогда не стала. А почему в нем в одном документе до 1721 года никто не признавал вас Руси? Великие древние, великие древние. Я говорю, финно-угорские племена жили на тех территориях, когда Русь крестилась, понимаешь? Колония дальняя, колония дальняя, которая в Римской империи, это была бы какая-то Дакия или Галия, или еще какая-то провинция, решила назвать себя Римом. Это полнейший бред, понимаешь? Это не относится к ее истинной истории. Нужно учить вашу собственную историю. А с того, что ждать, сколько княжества? Да, вот надо учить правильную историю, а не выдергивать каждое одно слово. Знаешь, вот интересно, а вот когда ты говоришь... А что я выдергнул? Ты летопись открой и посмотри. Вы с Руси нигде не ассоциируетесь. А кавказские народы там что делали? Кавказские народы куда ты вымел из территории кавказских народов? Вы захватили кавказские народы во времена кавказских войн 18-19 века. Подожди, племена какие-то захватили кавказский народ. А они же были кавказский народ? Был? Когда были кавказские войны? Нету кавказского народа. Когда были кавказские войны? Не было. Когда кавказские войны были, я тебя спрашиваю. И почему вы устроили геноцид? Почему вы устроили геноцид адыгам? Одним из кавказских этих народов. Это один из народов адыги. Почему вы устроили геноцид Ногчам? Это один из народов Кавказа. Почему вы устроили геноцид тем же ингушам, лизгинам, даргинцам и другим лакцам? Ты знаешь эти народы хотя бы? Какие туземцы, как могли, блин, вот эти туземцы геноцид устроить? Какие туземцы? Ты понимаешь, ты летаешь в облаках, ты говоришь до 12 век и 18 век одновременно. У тебя 600 лет где-то вылетело с твоего радара, где-то полетело. И ты сравниваешь 18-19 век с 12-м, говоришь за полнейшую чушь. У вас все там печально так на России, скажи. Ты знаешь хотя бы, когда Российская империя создана была? Напомни мне, пожалуйста. Давай про 20 век поговорим. Как там Украина создана? Хорошо, когда появилась, когда началась Вторая мировая война? Назви мне 20 век. 39-го. Какого числа? Числа? Да. У нас какого? В сентябре, по-моему, началось. По-моему, да. А какого числа? Числа я не помню. В 20-м я помню. Точно не помню. По-моему, 1 сентября или 20-го числа точно не помню. Ты можешь мне рассказывать дальше. А закончилась когда? Когда? Ты не знаешь, когда? Ну, тоже число. Когда закончилась? В августе. В августе? В каком году? Да, в 25-м. В августе, в 45-м закончил. А когда? О, ясно. Смотри. А с Японией Россия не воевала, да? Воевала. Только закончилась она 2 сентября 45-го. А началась 1 сентября 45-го. С торжением Германии. Ой, 39-го. С торжением Германии в Польшу. А потом через 3 недели что случилось? Даже 2 недели. Что случилось? Что случилось? Советский Союз пошел делить Польшу вместе с Германией и проводить общие парады. Та-та-та-та-та. Правильно сделали. А, правильно сделали. Молодцы. Вот это ты молодец, что ты нахуй поддерживаешь начала Второй Мировой. Если ты нахуй поддерживаешь, отдайте территорию Польши. Как вы, украинцы, отдайте территорию западной. Территорию Украины. Слушай, сразу видно Власовца. Видишь? Власовец. Типичный Власовец. Тебя вла... Опа! Опа! Сразу влашает! Та-та-та! Ты как к Голокосту относишься? Подожди, советую не буду. Ты как к Голокосту относишься? Кому? Голокосту. Голокосту? Да. Голокост это украинский на украинском языке. Голокосту как ты относишься? А ты со мной на русском разговариваешь или на украинском? Я с тобой разговариваю на каком был и чего. Голокосту как относишься? Голокосту? Да. А как вы относитесь к этому? Не, не сходи из вопроса. Как относишься к Голокосту? Очень плохо отношусь. Как это очень плохо? Ну как, Голокост? Что хорошее в этом? Ну так это же немцы делали. Ты только что сказал, что правильно, что Польшу поделили. Так когда поделили Польшу, начали Голокост проводить на территории Польши в том числе. Ты тоже поддерживаешь, что Польшу поделили правильно. Ты же не отдаешь территорию Польши обратно? Украинскую территорию? Но если бы ты историю хотя бы получил, то знал бы, что Польская республика оккупировала территории Запада Украины после Зунер и Унер. Это две республики украинские, которые создались после развала Российской империи. Когда развалилась Российская империя? Напомни мне, пожалуйста. В Советской Российской империи развалилась? Когда развалась? В 17-м. В 17-м. А когда был провозглашен 4-й универсал Украинской народной республики? Так я откуда знаю, я читаю, историю Украины изучал, что ли? Вот, 4-й универсал, 4-й универсал, 4-й универсал, это провозглашение независимости Украинской народной республики. Ее признала, знаешь кто? Красная Россия, когда пришли большевики к власти, они признали по Брестскому мирному договору в 1918 году Украинскую народную республику. А также на Западе, на Западе Украины была создана Западная Украинская народная республика, которая по акту звука 22-го января объединилась с Украинской народной республикой. Это было независимое. Не неси бред, когда ты ни черта не понимаешь. Ты не разбираешься в истории и понятия не имеешь, что такое история в принципе. Ты не знаешь вообще за украинцев как таковых, что там вообще, ты учился в школе, я так вижу. Промытые мозги. Да, 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 промытые. Главное, мне какой-то двуничник. 8 на 9, сколько будет? 8 на 9, сколько будет? 8 на 9, 8 на 9, сколько будет? Напомни мне, пожалуйста. Земля железобетоном, давай. Вот такое, вот такое, собственно, вот еще одно. Типичные адепты в современной России. А теперь идешь, идешь. Это уже мы этого уже видели. Очень заль. Не, я не понимаю, подожди, вот это что? Это какой-то национальности? А ты кто по национальности? Русская. Русская. А когда русские появились как национальности? Понятно. Заливать сейчас будет? Там все уже, нет уже смысла заливать. Да. Вот мы и определились, что ты не знаешь, какого ты рода и племени. Это мне как-то все равно жить не мешает. Да я заметил, сразу видно. Главное, обыковать на других. Зато Кличаска у тебя классно. Ну, хоть на этом спасибо. Хоть что-то. Хоть что-то в тебе хорошее. Да. А больше ничего. Я согласен. Абсолютно. По отношению к милым россиянам ничего. Один твій лайк – это 10 новых глядачей, рекомендованих алгоритмами YouTube. Проте, через бесконечные атаки российских ботоферм, украинский контент опинився в теньевом бане. Підтримай украинских блогеров лайком та подпиской не только на YouTube, а и в телеграм-каналі, чтобы мать доступ до всього материалу, в использовании видео. Слава Украине!